Здравствуйте! На канале Десна ТВ новости. В студии работает Алина Сазонтова. 29 декабря прошло очередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. На этот день, по данным ФМБА России, в Десногорске нарастающим итогом зафиксировано 1605 случаев коронавируса. Прирост за неделю составил 44 человека. В ковидном госпитале медсанчасти расположено 77 человек. Места для госпитализации есть. Резерв мы надеемся сохранится на праздничные дни, чтобы не предпринимать каких-то усилий дополнительных по развертыванию коек. Отмечен большой поток пациентов, которые закрывают больничные листы. При этом таких людей больше, чем вновь заболевших коронавирусом. В оставшиеся рабочие дни медсанчасть прогнозирует повышенный поток граждан, в том числе и накануне нового года. На выходные и праздничные дни система вся отработана, дежурные смены назначены, средства защиты и медикаменты в наличии имеются. 29 декабря образовательные организации ушли на каникулы. Школы закончили учебный процесс с 11% заболевших. К этому относятся и шесть классов, которые остались на дистанционном обучении. Дальнейшую динамику заболеваемости среди учащихся оценят уже после новогодних праздников. По линии культуры на новогодние праздники никаких мероприятий с массом пребывания людей не планируется. Все мероприятия будут проводиться в дистанционном режиме, но также готовы ко всем нештатным ситуациям. В преддверии предстоящих длительных выходных глава города Андрей Шубин поручил дежурным службам круглосуточно контролировать ситуацию в Десногорске, в том числе обеспечивать правопорядок. Следующее заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям состоится уже в 2021 году. 29 декабря прошло плановое заседание административной комиссии. На рассмотрении было представлено 13 протоколов об административных правонарушениях, 4 по невыполнению норм благоустройства, 9 по нарушению тишины в ночное время. При составлении протокола присутствовала, по данному факту пояснила о том, что 13.11 с 9 часов находилась дома и отмечала свой день рождения. Членами административной комиссии все протоколы были изучены, в том числе учтены отягчающие или наоборот оправдывающие обстоятельства. Тем не менее, всем провинившимся придется заплатить штрафы. За неправильную парковку на общую сумму в 13 тысяч рублей, за нарушение тишины общая сумма штрафов 17 тысяч рублей. По данному правонарушения административный штраф налагается в размере от 3 до 5 тысяч. Какие сменения у членов комиссии? Минимальные? Я думаю, что минимальные, да. Минимальный штраф в преддверии Нового года. Это стало заключительным 18-м заседанием комиссии в этом году. Всего же за 2020 год было рассмотрено 288 административных протоколов. 100 – за нарушение тишины в ночное время, более 150 – за неправильную парковку. Штрафы ударили по карману более чем 180 горожанам. Административная комиссия в большинстве случаев, наверное, в 90% или даже больше 95% единогласно принимала решения. Решения – те, которые были приняты правильно, законно и на благо города. В своем нынешнем составе комиссия работает уже два года. В нее входят активные горожане. Это представители администрации города, депутатского корпуса, местных организаций. Их полномочия окончатся в январе наступающего года, а новый состав комиссии будет утвержден главой Десногорска Андреем Шубиным. По случаю завершения своей работы в нынешнем коллективе, членам комиссии были вручены благодарственные письма и подарки. Из-за действующих особых эпидемиологических мер все массовые мероприятия на новогодние праздники отменены. Праздничная программа перемещается в онлайн, в том числе и в Десногорске. О том, чем заняться горожанам в период новогодних праздников, рассказала председатель Комитета по культуре, спорт и молодежной политике Анна Королева. Уважаемые жители нашего города и дорогие гости нашего города, которые в самое ближайшее время планируют посетить наш замечательный и уютный городок. Мы спешим поздравить вас всех с наступающими праздниками, с счастливым Новым годом и Рождеством. Учреждения культуры, все вы прекрасно знаете, в этом году мы работаем в период ограничений, в период пандемии. Но несмотря на это все учреждения культуры нашего города для вас постараются создать праздничное настроение. Приходите к нам на официальные сайты, на официальные группы ВКонтакте наших ведущих учреждений культуры, где вы сможете получить маленькое капельку хорошего чудесного настроения. Там вас встретят различными новогодними мастер-классами, новогодними концертами, экскурсиями, онлайн-квестами, играми. Самые главные герои Нового года, Дедушка Мороз и Снегурочка, тоже вас там поздравят. Мы вас всех очень ждем, желаем вам хорошего, прекрасного настроения, несмотря на все ограничения этого года. Баскетбольное движение Десногорска начало активное развитие пять лет назад. Тогда при поддержке концерна «Росэнергоатом», «Смоленская АЭС» и администрации Десногорска удалось объединить молодых людей вокруг идеи здорового образа жизни, заложив основу будущих достижений. И мечтать на тот момент о каких-то победах было делом достаточно далеким. Но прошло всего пять лет. И у нас уже есть достижения благодаря вам, в первую очередь. Достижения этого года были отмечены 28 декабря в здании администрации. Своё трепетное отношение к баскетбольной команде Десногорска и к её успехам высказал в том числе генеральный директор ЦСП «Динамо-Росэнергоатом» Сергей Фомин. Эта команда нас очень порадовала своими спортивными результатами, что очень отрадно, достаточно стабильными. Если бы не помешала пандемия, наверное, было бы больше спортивных стартов и больше бы хороших результатов. Тем не менее, баскетболистам «Динамо-Росатом САЭС» удалось отличиться и в стесненных пандемии условиях. Одно из значимых событий – серия побед в рамках открытой баскетбольной Лиги Смоленской области. Десногорские спортсмены находятся в топе соревнований сразу по нескольким показателям. В последней игре чемпионата области Женя забил 70 очков. Сколько подборов ты сделал? 23. 23. Пускай, может быть, был не самый сильный соперник, но 70 очков надо забивать. Их нужно руками забивать. Молодец. Благодарственными письмами от главы Десногорска и Центра спортивной подготовки «Динамо-Росатом» были награждены более 10 спортсменов. Это игроки команды и тренерский состав. Участники встречи намерены не останавливаться на достигнутых результатах. По инициативе губернатора Алексея Островского в регионе проводится ежегодный областной интернет-фотоконкурс «Семьи счастливые моменты». Мероприятие призвано показать, что семья – в первую очередь счастье и радость, о которых можно рассказать и окружающим. Участие в конкурсе приняли десногорцы. Мы можем показать и жителям Десногорска, и жителям Смоленской области, которые все это насколько дружно, насколько по-семейному, по-теклому живут у нас семьи. Авторам и их семьям предлагалось выразить себя в одной из пяти номинаций. Но, независимо от выбора, главная идея, фотокарточки – трепетное отношение к своим близким и любимым людям. Десногорцы представили фотоработы по всем пяти темам. 28 декабря такая инициатива была поощрена главой города. Участники конкурса получили памятные подарки и дипломы. Очень приятно, что у нас в городе очень много талантливых и взрослых, и детей. Очень много активных граждан, кто принимает участие в этих конкурсах. Всего же на конкурс было представлено почти 200 фоторабот из 25 муниципальных образований области. В завершении выпуска прогноз погоды. 31 декабря в Десногорске пасмурно, небольшой дождь, днем плюс три, ночью плюс один. Дорогие телезрители, мы желаем вам счастливого нового года. Пусть вас ждут только приятные события, новые свершения и значимые достижения. Оставайтесь в компании Десна ТВ и в наступающем 2021 году. Всего доброго!